всем привет хотел бы показать новый смесительный вызов для теплого пола версии 2.0 я его назвал у меня уже есть одна сборка сейчас будет немного другая она будет подешевле компактней ну у нее будет небольшой ряд преимуществ для начала хотел сказать если мое видео понравится обязательно подписывайтесь ставьте лайки и оставляйте какие-нибудь комментарии не стесняйтесь дальше будет круче всего хочу сделать для людей проверять систему отопления какая будет лучше работать и ленинградки и покупки там петли тельмана все на практике хочу сделать свою небольшой макет делать из этого всякие разные интересные штучки так что не пропустите будет интересно и главное очень полезно и так давайте посмотрим на наш насосно-смесительный узел слева у него подача заходит сам насосно-смесительный узел фирмы стал использую вот его маркировочка почему стал постоянно стал стал потому что цена и качество на данный момент на рынке самые лучшие китайские не советуют ставить потому что есть задержка срабатывание знакомому парню поставил говорит ерунда но обязательно будущем это все попробуем и так что у нас с чего состоит насос как я говорил может оставить китайские они достаточно долго ходят то есть все с ними нормально не стоит там платить за и нитаянский немецкий как бы большие деньги не вижу смысла коллектора простые без расходомеров опять же если вы правильно делаете контура то есть там 65 75 в такой разбежки метража ну и один допустим на санузел будет не надо будет расходомеры без них все вполне нормально работает это гораздо дешевле и расходомеры такая вещь которая может выходить из строя эти штучки они не выходят в строя даже если там что-то выходит она ремонтируется меняется прокладка там вообще пять минут делов 50 рублей денег и так внизу у меня на один выход больше чем вверху потому что здесь я один кран использую как сливной то есть сюда шланг трубку для теплого пола оставляю кусочек и потом если надо будет слить поставили там тазик ведерко или что-то такое даже бутылку и слили всю систему дальше что коллектора многие хотят там сэкономить можно если прям очень хотите можно поставить китай какой интим это стаут италия но обязательно вот эти барашки должны быть не должны быть шаровые краны потому что ими не отрегулируете во первых если вдруг это понадобится и они со временем если залипнут флажок начнете поворачивать шарик там залипнет флажок сломаете и короче ничего не будет у вас работать и не перекройте с этим такого не произойдет потому что он не залипает у него что уходит такой биты не будет поэтому обязательно внизу и вверху если что-то у вас с одним контуром что-то случится вы его сможете перекрыть кто-то там делает в целях экономии сверху ставят краны снизу не ставит так нельзя делать потому что если один вдруг выйдет из строя где-то что-то пробили что-то случилось мышцом как прогрызла и что-то такое вы его перекрыли вся странная система у вас будет работать дальше насос ставлю 130 то есть длина насоса бывает 180 бывает 130 лучше поменьше тогда сама система будет компактный насос до 100 квадратов теплого пола всегда ставлю 2560 именно 60 то есть не не надо 40 ставить у него все равно есть три скорости и так что на меньшую если вдруг не понадобится на маленького поставить и все будет хорошо так что если 40 25 40 поставить его может тупо не хватить и вам придется как-то мучиться так что обязательно 2560 запомнили на все системы даже будь у вас там три луча все равно ставьте 2560 не прогадайте и так как же она у нас работает система вот отсюда заходит подача здесь у нас кран проходит через трехходовый смешение идет у нас вниз проходит через насос насос толкает в коллектора вот здесь у нас подача заходит подача возвращается в обратку и два варианта либо если у нас трехходовый видит что нам еще надо горячая горячий теплоноситель она вся уходит в обратку здесь стоит автовоздушник улавливает воздух который будет загоняться системой и выходить из труб когда они пусты и первый раз заполняете это обязательно проверим сделаю три ролика еще будет заполнение системы водной водой еще будет через тепловизор мы проверим как она вся эта система работает ну и там еще скорее всего будет видео интересное сравним трехходовые с разным квс то есть у меня есть наличие 2 и 8 о 1 и 8 и 2 и 3 квс сравним насколько у них радость скорости и так если нам нужна горячая вода то есть подача заходит обратка и уходит в обратку если трехходовый видит что уже температура более-менее нормальная он какую-то часть теплоносителя возвращает гоняет по кругу то есть чуть-чуть берет с подачи чуть-чуть выкидывает в обратку и в основном гоняет по кольцу такая система в чем ее преимущество по сравнению с той что я делал раньше у меня насос стоял вот так то есть естественно она уже дальше не надо делать перемычку там у меня стояла перемычка чтобы закольцовывать здесь такого не надо она сама по себе образовывается еще она дешевле именно из-за этой перемычки и тут трехходовой у него регулятор температуры стоит от 30 до 60 то есть у которого смешение в бок у него всего лишь 20 43 и бывает у людей системы когда шаг допустим трубы большой когда допустим много стяжки налито и людям люди хотя там именно горячий пол там допустим где-то в коридоре либо в санузле вы ставите там на 42 а он вам не выдает там нужные там 32 градуса да поэтому вот этот он у него в этом очень хорошее преимущество то есть вы даже можете там 45 и 47 сюда поставить и в вашем полу там в любом случае будет температура которую вы захотите а если на минималку у него минималка 30 то есть бокового подключения есть еще 3560 вот 35 это минималка это уже большая а у этого 30 то есть пол у вас на минимуме будет там греть двадцать двадцать два градуса что вполне себе комфортно то есть трехходовый этот не гораздо больше нравится чем боковое смешение как я ему подключил трехходовый обязательно должен быть разборной чтобы можно было его спокойно обслужить или что-то там если с ним сломается поменять без всяких проблем чтобы вы не мучились поэтому у нас здесь стоит разборное соединение здесь разборное соединение и насос у нас на гайках то есть вот это мы скидываем коллектор оставляем насос если что меняем трехходовый если что меняем вот это вот штучка может быть непонятная давайте объясню это американка то есть коллектора здесь дюймовые если выше 70 квадратов у вас вот теплого пола я советую ставить уже дюймовые коллектора но американка здесь стоит трехчетверти с плоской с плоской прокладкой сейчас я покажу как это все выглядит как это все делается вот у нас смотрите вот у нас американочка простая спроской с плоской прокладкой чтобы не напаковывать на трехходовый тут тем более у него резьба небольшая что я делаю разбираю американку разворачиваю у меня здесь накидная гайка дюймовая оказывается и здесь дюймовая наружная резьба вот я ее оставляю сюда и все и у меня трехходовый практически без паковки только с насоса паковка идет и все ну и соответственно это дешевле чем дюймовая американка в любом случае то есть трехчетвертная будет прям хорошо дешевле чем дюймовая здесь точно так же я беру американку или можно даже вот вот в этом случае есть бывает иногда продают накидные гайки для счетчиков можно купить просто даже накидную гайку для счетчиков одну если прям сильно экономить и можно вот так поставить и вот сюда натягивается что еще в плане экономии если вы хотите можно поставить пластиковые краны это будет намного дешевле и вполне себе работоспособна если прям вы хотите сэкономить так что хотел сказать поэтому дальше еще раз говорю что будет еще видео с пояснениями с работой с тепловизором там все проверим все будет ништяк что я хочу сказать что сборка сделана своими руками она гораздо дешевле но это не главный показатель она гораздо надежней потому что многие сборки которые производители они бывают глючен и то есть там не на трехходовом система завязана а на двухходовом кране то есть там он просто приоткрывает и закрывает бывает которым нужно входящее давление обязательно если входящего давления нет но она не работает бывают там какие-то дополнительные какие-то сложные настройки она глючит очень много людей жалуются то одно не работает то другое здесь вы сами собрали она сто процентов будет работать и не нужно входящее давление насос этот сам захочет он сам систему воду даже заберет никаких проблем в этом не будет а еще один плюс она вся разборная то есть тут все можно разобрать многие смесители готовые они не разборные то есть вот сама система с трехходовым с этими дорогими термостатическими вот этими клапанами головками и и не разобрать и если у вас она выйдет из строя да если какой-то узел выйдет из строя вам придется покупать заново новую новую весь смесительный узел и отдать большие деньги и вообще может быть его уже продаж такого не будет здесь вы все в любой момент поменяйте то есть через 30 лет у вас что-то случится на что-то у вас трехходовый там начнет барахлить да я не знаю сколько он проживет ну 30 может 10 может 15 лет вы спокойно открутились заменили вообще голова не болит легко дешево и в любой момент вы всегда его найдете может быть другой фирмы но все равно он подойдет то есть они были есть и будут всегда это ходовые насосы и коллектора вот такой вот обзор еще раз хотел напомнить пожалуйста если понравилось видео не стесняйтесь вставлять комментарии ставить лайки ну и по возможности подписываться дальше будет только круче и лучше всем спасибо большое за просмотр всем пока и и и и и и и